На полях зерносеющих регионов страны убрано меньше половины площадей. Для сравнения, в прошлом году к этому времени было собрано свыше 70% урожая. Трехнедельные проливные дожди не только замедлили ход уборочной кампании, в Минсельхозе уже заявили о снижении средней урожайности на 20%. При этом министр сельского хозяйства успокаивает. О протбезопасности Казахстана переживать не стоит, так же как и о резком росте цен на хлеб в магазинах. Яна Гладкова, ситуации на полях страны и прогнозов чиновников. Уборочная кампания в стране вот уже несколько недель не сходит с повестки дня. Сегодня о ситуации на полях отчитался глава Минсельхоза перед премьер-министром. Пока убрано только 40% площадей. В прошлом году к этому времени собрали уже больше 70%. Урожая, к слову, не только меньше, но и качество его значительно хуже. Пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 миллионов гектаров или 15% от общей уборочной площади. Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 центнера с гектара. Алихан Смаилов проинформировал, что до конца месяца сильных дождей в зерносеющих регионах не прогнозируется. Поэтому он призвал аграриев поднажать и воспользоваться моментом. Правительство, в свою очередь, окажет фермерам необходимую помощь. Холдингом «Батерек» ведется реструктуризация долгов по кредитам, а также пролонгация товарного кредита по линии продкорпорации без применения штрафных санкций для фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Погодные условия будут признаваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Надо осуществить выплату субсидий в полном объеме. Также Смаилов поручил обеспечить круглосуточную приемку урожая на хлебопекарных пунктах и предприятиях по сушке зерна, выделить для этого дополнительный объем дизельного топлива по 250 тенге за литр, обеспечить своевременную поставку зерновозов и не допускать очередей на железнодорожных путях. Однако, несмотря на все трудности, беспокоиться о прод безопасности не стоит. Айдарбек Сапаров позже на брифинге в СЦК дал свою министерскую гарантию. По продовольствии и безопасности проблем не будет, как министр заявляю. Также, по словам Сапарова, не стоит переживать казахстанцам из-за стоимости хлеба на прилавках. Подорожало, когда пшеница стоила 160 тысяч тенге. Но когда пшеница упала до 80 тенге, хлеб не подешевел. Поэтому цена пшеницы сегодня составляет порядка 110 тысяч тенге на рынке. Это еще с высокой клейковиной. Поэтому цена хлеба пока до 60 тенге за тонну будет держаться эта цена. Правда, стопроцентную гарантию министр сельского хозяйства здесь все-таки давать не стал. Яна Гладкова, Алма Жулубаев, Нуржан Махмутов, Astana Times.